Разве не прелестно связаться с другой цивилизацией, которая возникла и независимо развита? Что ж, для начала нужно сделать одну вещь, чтобы быть уверенным, что вы можете понять сообщение. Почему мы должны ожидать от разных существ, которые произошли в другом месте, в разный период эволюции, что у них есть возможность отправить нам сообщения, чтобы их понять? Причина, по которой я думаю, что, скорее всего, они живут в той же Вселенной, что и мы, у них должны быть те же законы физики, химии и астрономии. Для проверки этой концепции, что сигнал может быть понятен, мы сделали небольшой эксперимент, в котором мы можем ограничиваться лишь людьми. Это печально. Хотелось бы использовать других разумных существ, чтобы провести такой эксперимент. Но мы ограничены людьми. Итак, что мы сделали? Было разработано сложное сообщение, которое вы видите здесь, из нулей и единиц. 0 и 1 могут быть длинными и короткими радиосигналами. Знаете, как... ПИП, 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 ПИП. Или могут быть две частоты. ПИП, 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 ПИП. Может быть много чего, но этот язык из двух букв. Вы можете видеть там огромное количество нулей и единиц. На самом деле их там 27 тысяч с лишним. Глядя на это, вы не можете сходу сказать, «Боже, я знаю, что это». Вы должны подумать. А теперь ключ к этому, что общее число нулей и единиц равно 31 на 31 и на 31. 31 в кубе. И это говорит нам о том, что графическое сообщение в трех измерениях. И если бы мы записали это в ряд из 31 символа, затем перейдем к следующей строке, вы увидите, что она начинается замечательной закономерности. И что мы сделали? Мы передали это сообщение своим нескольким аспирантам в Корнельском университете, не сказав ничего о том, что в нем, и как его декодировать. Их задача заключалась в том, чтобы выяснить, что там сказано. Здесь они описывают процесс, через который они прошли, чтобы понять смысл этого сообщения. Это все мои аспиранты, которые довольно умны. Но ни один из них не работал над этой особой проблемой. Что ж, мы собрались вместе в марсианской комнате и уставились на этот лист. Пронзительным голосом Кэти воскликнула, что 31 это делитель 27 тысяч... 29 тысяч 791. И было установлено, что остаток 961 был квадратом 31, что составило на последовательность 31 на 31 на 31. Потом мы шестеро часами расшифровывали нули и единицы, крича и выкрикивая от одного офиса до другого, жалуясь на типографические ошибки. Пока мы не получили последовательность, которая показана здесь. Ребята добились хорошего прогресса. Они обнаружили некоторые ошибки в транскрипции, которые на самом деле совершили BBC. И выяснили, как их обойти. Это не обязательно трехмерная модель. Это бы мог быть фильм. Потому что в конечном итоге оказалось, что должны быть угловые метки, куба и линии, которые образуют куб. Они могут быть метками для фильма или слайд-шоу. Это могут быть отдельные кадры. И тогда, когда мы растянем и посмотрим на них, они останутся неясными. Что-то вроде этого. Поскольку это был скучный фильм, вы считаете, что это действительно трехмерное? Это о его размере. Так, у нас есть вещи из оргстекла. Единица будет представлена черным квадратом, а ноль – прозрачным. Вот целый ряд прозрачных квадратов, которые представляют собой последовательность нулей. Теперь создадим наше сообщение. Первая позиция является черной. Вторая также. Третье место – черное. И на самом деле, вся эта линия состоит из черных квадратов. Так что, наверху – последовательность черных. Следующая строка начинается с черного, но потом есть последовательность нулей, представленных прозрачными метками, а затем один в конце. Теперь у нас есть аналогичная картина построения – черный край и прозрачная середина, которая идет далее для ряда строк. Теперь, следующая строка отличается от другой. Здесь нули, а затем три единицы посередине. Дальше нули, а затем один. Итак, черный на окраине, потом тут нули, следующие три черных, дальше будут нули, и черный там. Остальная часть этого квадрата заполняется вот так. Что ж, теперь мы видим картину – черная граница и что-то похожее на мальтийский крест в середине, а все остальное пустое. И есть много других слоев. Когда мы их построим, мы получим образец, который мы вскоре увидим. Это и есть ответ. Мы можем сказать, что это правильный ответ, потому что это обычная геометрия. Это не могло получиться случайно. А вот и наш результат трехмерной модели. Посмотрим, что скажут наши аспиранты о их интерпретации этого смешного сообщения. Первое, что получилось из анализа этого объекта, было то, что в профиле это сильно напоминает Микки Мауса. На самом деле, все еще не ясно, так ли это. И хотя мы знаем, что у вас есть чувство юмора, Микки Маус не был нашей идеей пошутить. Так что это должно быть что-то еще. Единственное, на что это похоже, было орбитальным молекулярным типом представления молекулы. И первое, что пришло мне на ум, был формальдегид. И Кэти была действительно права. Это была цель быть похожей на молекулу формальдегида, хоть и выглядит немного похоже на Микки Мауса. В ней присутствует атом углерода, два атома водорода и кислород. И что это может означать? Зачем идти через трудности, если можно просто сказать формальдегид? Ответ заключается в том, что формальдегид имеет радиочастоту, которая к нему привязана. И что это за проблема? Это сообщение говорит, не слушайте эту станцию, это не та станция, которая интересна. Слушайте станцию формальдегида. Именно здесь будет энциклопедия галактики. Поэтому, как только мы получим это сообщение, мы быстро повернем частоту нашего радиотелескопа к частоте формальдегида, продолжив смотреть на ту самую звезду, на которую смотрели, и надеясь получить такое сообщение. Это общая концепция идеи. Обратите внимание, что если мы создадим такой серьезный поиск и преуспеем, результаты будут бесценны. Мы бы перестали быть изолированными от остальной вселенной навсегда. А если мы проведем серьезный поиск и потерпим неудачу, то определим, что мы уникальные, хрупкие и ценные создания. И мне кажется, что при любом раскладе мы побеждаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...